Приветствую вас! Я думаю, что для начала вам надо бы поцеловаться. То есть, вот вы пока находитесь на одной стадии отношений, да, когда в общем и целом вы, ну, да, он признался вам в чувствах, но вы по-преднему ведете себя так, как будто бы, ну, как будто бы вы до сих пор как-то вот не вместе, вы ведете себя до сих пор так, как будто у вас есть отдаленность друг от друга, вот, потому что, как я понял, поцелуя нет. Вот, и мужчина, в общем, проявляет себя достаточно неуверенно в себе. И я думаю, что начать нужно именно с того, чтобы поцеловаться с человеком. То есть, сблизиться с ним и так далее, чтобы он уже почувствовал себя расслабленно. Вот. Ну, соответственно, если вы будете целоваться, то это будет уже хорошее начало для того, чтобы развивать данное направление. То есть, вы будете чувствовать его, поцелуи всегда возбуждаются и, соответственно, мужчина таким образом поймет, что вы, в общем, готовы к тому, чтобы с ним вступить в интимные отношения. Если человек после того, как вы это сделаете, все равно не поймет ваше намерение, то я думаю, что в таком случае вы можете ему открыто сказать, чего вы хотите. Я не думаю, что в этом есть что-то плохое и предрассудительное. Вот. Вы уже находитесь, в общем, в том возрасте оба, когда подобные вещи, да, волновать, ну, не должны. С другой стороны, с другой стороны, видите, ваш молодой человек, у него есть несколько странных моментов. Он говорит, что настаивать ни на чём не будет. Это несколько странно. То есть, вы ещё, по сути, и встречаться толком не начали, да, он ещё говорит о том, что настаивать ни на чём не будет. Это странно, потому что это может говорить либо о его неуверенности в себе как мужчины, либо это может говорить о том, что человек на самом деле хочет настаивать, но боится вас отдалить от себя таким образом, вот, либо о неких его переживаниях, неких его страхах, которые у него могут быть. То есть, ну, согласитесь, довольно странно звучит от человека подобная фраза, что я там, грубо говоря, не буду ни на чём настаивать. То есть, я, грубо говоря, не буду проявлять себя как мужчина, да, вот. То есть, это очень, очень такой, на мой взгляд, довольно тревожный факт, который говорит о, ну, о в некоторой степени необычной позиции мужчины. Необычной позиции мужчины по отношению к вам. Ну, вот, как это видится мне, по крайней мере, да. Далее, мужчина вам говорит, что... эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Значит, ну, странно, потому что чего бы, чего бы, значит, ему поднимать такую тему? С чего бы ему говорить именно об этом? Скорее всего, эта тема тоже поднята им, ну, не просто так. Скорее всего, эта тема тоже для него как какая-то волнительная достаточно. Вот. И, соответственно, уже из этого можно сделать вывод, что мужчина достаточно заморочен по поводу секса, например, или по поводу просто какой-либо близости. Далее. Важно посмотреть, как мужчина ведёт себя вообще, ну, по жизни. То есть, насколько мужчина уверен в себе. Если он вообще в себе уверен и не уверен, например, только с вами, у него проблема со взаимодействием с девушками. И здесь вам, соответственно, нужно проявить инициативу, но только после того, как вы действительно убедитесь в том, что подобная проблема, да, у него есть. Если же человек уверен в себе и просто ведёт себя так по отношению к вам, значит, скорее всего, у него сильные чувства к вам. И он боится вас, ну, например, оттолкнуть. Он боится, например, вас как-то отдалить от себя, испугать и так далее. То есть, тут, опять же, многое зависит от того, как много времени вы с ним знакомы, да. То есть, если вы встречаетесь с ним мало времени времени, то его поведение вполне себе нормально. Если вы встречаетесь с человеком, значит, ну, все-таки уже довольно продолжительное время, и он, он, все равно, значит, ну, он все равно ведет себя с вами, с вами не уверенно, да. Значит, это уже какая-то более серьезная проблема, и вам, опять же, нужно будет проявить инициативу. Проблема, на мой взгляд, заключается немножечко в другом. В том, именно, что вы в себе сами не уверены. Вот в чем мне кажется проблема по-настоящему серьезная. Потому что вы говорите, может быть, он не хочет, или что-то еще. То есть, вы, вот, не уверены в себе, и, возможно, именно из-за вашей неуверенности в себе, мужчина ведет себя так же. Я полагаю, что рассмотреть ваше отношение к данной ситуации, именно ваше отношение к данной ситуации, ну, на самом деле, очень важно. То есть, насколько для вас значим молодой человек. Насколько он для вас дорог, и почему. Вот. Что вы готовы сделать для того, чтобы быть с ним? То есть, что вы готовы делать, чтобы быть с ним? А что вас останавливает, например, от того, чтобы сказать ему прямо, что ты мне нравишься, и, значит, вот, привлекаешь меня сексуально. То есть, ну, что в этом для вас такого пугающего? Откуда стеснительность такая? Вот. Значит, сказать, если вы выбираете, если вы выберете сказать, то лучше говорить прямо. Если вы выберете показать, то я уже сказал, что нужно делать. Если вы выберете намекнуть, то здесь, соответственно, имеет смысл как можно больше говорить о сексе, рано или поздно. Ага. Эта тема будет принесена на вас. То есть, вы, например, можете завести всю тему про секс или что-то в этом роде. Ну, вот. Ага. Собственно говоря, для более подробной информации нужна, эээ, нужна больше, нужна более полная картина вашего молодого человека. Эээ, кто он, что из себя представлять, какие у него, собственно, позиции, какие у него, собственно, взгляды, какие у него, собственно, интересы и есть ли у него какие-то проблемы. Вот. Потому что, ну, здесь вот я увидел, ээ, довольно серьезную проекцию, да, проективную деятельность, потому что, о каком-то спаивании речь идет, эээ, понимаете, о каком-то вообще, эээ, о каких-то, эээ, о каких-то, эээ, о каких-то, вообще, эээ, совершенно, эээ, непонятных, эээ, вещах, эээ, идет речь, да, то есть, вы как-то, ну, откуда взялось это спаивание, вообще, почему оно, эээ, взялось, это спаивание, эээ, вот. Ну, это, мягко говоря, странно и нуждается в, эээ, в проработке, как, как минимум, как минимум. Эээ, вот так вот, я думаю, можно вам, эээ, ответить на ваш вопрос, эээ, значит, я надеюсь, что он был вам полезен. Эээ, то есть, постарайтесь понять, эээ, одну важную вещь, да, во все, во всей этой истории. Одна важная вещь заключается в том, что для вас, вот именно для вас, эээ, принципиально важно, именно для вас, принципиально важно, важно свою чёткую позицию по данному вопросу, да, то есть, вот, по вопросу, именно, эээ, поведение, значит, молодым человеком, иметь. Вот, нужна ваша чёткая позиция по данному вопросу, чтобы эта позиция была, то есть, чтобы вы чётко-чётко-чётко-чётко для себя понимали, что вы хотите, как вы хотите, как вы хотите. Чего вы хотите, почему вы хотите, эээ, хотите ли вы от молодого человека чего-то для себя, или не хотите вы от молодого человека чего-то для себя. Понимаете? Вот такая история. И, собственно говоря, тогда, тогда и только тогда возможно налаживание ваших, эээ, значит, контактов с ним адекватных. То есть, пока получается такая история только, что вы не уверены, он не уверен, и всё, и дело стоит. Понимаете? Вот. А в итоге это какие-то обиды, да, в итоге это какой-то негатив, эээ, там, значит, ну, связанные с, ээ, ожиданиями и прочее. Вот. Ну, на самом деле это, это никому не нужно абсолютно. Вот. Я полагаю, вы понимаете, что это, в общем, ну, это никому не нужно абсолютно, да? Вот. Так что, вот, я думаю, так можно вам ответить на ваши вопросы. На этом всё. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!